Аксель Риттбергер Тулуп. Эти слова маленькая Ира запомнила, пожалуй, раньше, чем буквы алфавита. Сегодня у нее тренировка. Повезло на редкость весь каток в ее распоряжении. Четыре года из своих семей юная спортсменка посвятила фигурному катанию. Хочу стать мастером спорта России. Олимпийской чемпионкой? Да. А есть какие-то авторитеты, кумиры? Кто больше всего нравится? Мне больше всего нравится наш тренер. Как зовут? Екатерина Александровна. А еще в фаворитах знаменитая Загитова и Медведева. Но достичь таких же высот у Иры, да и у других, едва ли получится. Не потому что нет таланта воли и выносливости, а просто потому, что в крае нет школы фигурного катания и как следствие своего льда, где бы они оттачивали мастерство. Вернее, есть, но предприниматели продают его по цене золота. Ценник от 8 до 11 тысяч рублей. Поскольку у нас монополист один, ледовый весь лед в его руках, то есть конкуренции по предоставлению льда нет. У нас нет выбора. У нас нет муниципального льда, нет спортивной школы, отделения фигурного катания тоже нет. В Барнауле три ледовые арены. Во дворце спорта в Карандине и в одном из торговых центров города. Все принадлежат бизнесмену Михаилу Дроздову. Что самое обидное, говорят родители. Раньше, когда дворец принадлежал к Райсовпрофу, цена на лед для фигуристов была более демократичной – 6 тысяч за час. По телефону гендиректор Карандин-Арены пояснил, что 11 тысяч – это, собственно, рыночная цена. Правда, в других алтайских селах и регионах рыночная цена другая. Родители барнаульских спортсменов приводят в пример алтайское село Бачкари. Там лед для соревнований арендует за 5 тысяч рублей в час. В соседнем Берске – за 4, а в республике Алтай – всего за 2 тысячи. У нас же самая лояльная цена, в кавычках, по словам родителей в «Галактике». Час тренировки на этой ледовой арене обходится 8 тысяч рублей. В день таких тренировок нужно как минимум 3. Вот и посчитайте, в какую копеечку обходится лед родителям. В Минспорте признают, что фигурное катание – это дорогой вид спорта и предлагают сменить его. Приводят пример нашего олимпийского чемпиона Шубенкова, который, прежде чем себя найти, поменял 5 видов спорта. Ну, попробуйте плавание, попробуйте легкую атлетику. Как вы думаете, Ира, закончится сменить этот спорт или она живет? Ну, можете спросить у Иры, конечно, нет. Нет. Почему? Потому что мне очень нравится фигурное катание. А чем? Ну, что на льду можно выполнять какие-нибудь прыжки. У тебя платье красивое может меняться. Придется ли детям переключаться на другой вид спорта? В Барнауле фигурным катанием занимаются порядка 30 человек, мы спросили в Краевом министерстве. Там пояснили, что на фигурное катание деньги выделяют. К примеру, в этом году федерация получила 300 тысяч рублей. Но этой суммы хватит, по словам ее руководства, исключительно, чтобы арендовать лед для соревнований. А оплата судей, питание, проживание, проезд и медали опять лягут на плечи родителей. Правда, в Минспорта добавили 300 тысяч – неконечная сумма. У нас есть чемпион мира. На наш вопрос, почему закрыли отделение фигурного катания два года назад, где юные фигуристы хотя бы тренировались бесплатно, Минспорта тоже дали ответ – уволились тренеры. Ставки перешли тренером по хоккею. Да, но мастера фигурного катания появились. Осенью к нам приехали московские профессионалы. Они готовы вкладывать в наших детей и растить из них будущих чемпионов. Но готов ли край – пока большой вопрос.